Добрый день дорогие друзья! Компания Директ Медиа рада вас приветствовать на нашем очередном вебинаре. Сегодня у нас в гостях замечательный мастер дистанционного обучения Людмила Анатольевна Татарникова. Мне кажется я знаю ее вечность, ну 7 лет в онлайне точно. Я только вчера впервые в жизни услышал ее молодой задорный голос и сразу полюбил Людмилу Анатольевну только за голосом. Мы впервые с ней встретились наконец-то виртуально. Сегодня надеюсь она нам покажет чудеса, которые вас порадуют. Мы уже познакомились, увидели, что мы с разных городов, все из России. Позавчера у нас были из-за рубежа из Польши коллеги, помню Ирэну. Вот у нас география вы видите самая разнообразная представлена. Я про себя уже сказал, только я один из Сочи почему-то. И наверное я хочу сказать еще немного слов о Людмиле Анатольевне и о нашем вебинаре. Уважаемые коллеги, сейчас Людмила Анатольевна нас поприветствует и откроет вебинар. Бородзес Армину Егайковна, я вас снова раз слышу. Я хочу обратить внимание, коллеги, что не всем то, что будет говорить Людмила Анатольевна, будет понятно. Возможно, запись вебинара потребуется просмотреть внимательно еще раз и еще раз, потому что это сложно. Сразу скажу. Но с педагогической точки зрения это очень интересно. Причем программирование на самом деле или вообще не будет, или будут там небольшие элементы программирования, без которого можно вполне обойтись. Самое сложное, я хочу извиниться перед Людмилой Анатольевной, что за нее это говорю, это понять педагогический замысел, свой личный замысел. А Людмила Анатольевна покажет реализацию замысла в ее практике, в ее богатой практике. И если мы научимся понимать педагогический замысел, для чего мы делаем, и что получают наши обучаемые в результате, тогда есть смысл это изучать. Я надеюсь, смысл мы это сегодня увидим. Итак, Людмила Анатольевна, вам слово. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я очень рада видеть такое огромное количество, очень рада видеть со всего света, со всего окружения, со всего окружающего мира участников. Вот, ну и я все-таки, наконец, запущу первый наш опрос. Кто-то уже на него ответил. Так, все правильно, да? Появился вопрос? Вопрос. Кто-то ответил. Я попрошу, в общем-то, достаточно быстро остальных членов, остальных участников ответить на вопрос, кто вы в электронном обучении, достаточно опытный человек, либо только-только начинаете, либо вы его организуете, соответственно, тоже с большим опытом. Интересная статистика. Сможет ли Людмила Анатольевна помочь всем и новичкам, и мастерам? Вот эта интрига, мы узнаем ответ на нее в конце нашей встречи. И новички, и те, которые давно применяют. Ну что, наверное, достаточно. Так, ну, 72 человека проголосовало. Так, то есть, основное у нас, да, мастерами себя, в общем-то, немногие признают. Я так думаю, это просто скромность. Идем дальше? Так, да, давайте закрываем этот опрос. Так, ну и я еще раз повторю ссылочку, чтобы она была... О, хорошо, она у меня сохранилась. Это ссылка на презентацию, которая расположена в облаке. Вы можете ее открыть в соседней вкладке. Это PDF-версия. Юрий Николаевич, я исправилась. Теперь ссылки там будут работать. Вот, время от времени вы, возможно, в этой презентации захотите что-то посмотреть и пройти по ссылкам, которые находятся в этой презентации. Вот эта же презентация есть и в ресурсах, то есть вы можете ее скачать на свой компьютер, так как вам удобно, работать так, как вам удобно. Так, ну а мы сегодня с вами обсудим, точнее я хочу с вами поделиться опытом применения модуля база данных в системе Moodle. Возможно, какие-то подобные элементы есть и в других системах, кстати, я так и не смогла спросить, спрошу, в других системах дистанционного или электронного обучения. Мне было бы очень интересно узнать, если кто-то знает что-то подобное в других системах. Но этот вопрос я задам вам в конце, так что если вы знаете, то готовьте этот ответ. Ну а мы поговорим о базе данных в модуле. Что это такое? База данных это отдельный модуль, модуль обучающий, да, это активный элемент курса, который дает возможность создавать некую базу, некое хранилище каких-то элементов, хранилище каких-то знаний, да. И, на мой взгляд, вот я могу совершенно точно это говорить, да, я в этом абсолютно уверена, что база данных, но очень-очень сильно и несправедливо обойдена вниманием. Она очень незаслуженно не пользуется заслуженной популярностью. Вот, и я попытаюсь сегодня развеять сомнения, которые, может быть, у кого-то были. Сама я тоже модуль базы данных начала применять далеко не сразу после того, как вошла в Moodle, как стала осваиваться в Moodle. И я тоже боялась ее именно вот с этого вот страха, что такое база данных. Это что-то долго там планировать, что-то долго настраивать, потом непонятно, как с этим работать. И, в общем-то, это много чего-то. И непонятно, зачем. Я ведь могу вместо базы данных выложить все свои элементы в курсе с помощью других элементов, все свои данные. И вот зачем тогда мне база данных. Вот. Ну и вот эту презентацию, которую вы сейчас видите, я планировала как конспект. То есть я не абсолютно все буду по этой презентации рассказывать. Это конспект, это шпаргалка для тех, кто решит потом воспроизвести у себя то, что я буду рассказывать, ту базу данных, о которой я буду рассказывать, или создавать новые базы данных. Вот. Презентация моя, мое выступление состоит из двух частей. Сначала я приведу примеры, как, собственно, я использую базы данных и какие я могла бы дать советы по ее использованию. Ну а после этого я достаточно подробно постараюсь рассказать, как создается и настраивается база данных на примере, ну тоже одной конкретной базы данных, которую вы тоже сможете посмотреть, ну об этом чуть позже. Итак, вот здесь вот я попыталась в последних строчках, да, попыталась в одном предложении высказать, когда была бы база данных, элемент база данных полезна для создания, для ее создания и использования в курсе. Ну, после того, как вот я две строчки написала, я поняла, что описать это все полностью я не смогу, но тем не менее, вот давайте это возьмем за отправную точку. Ну и вот прежде чем продолжить, я хотела бы открыть еще один опрос. Я попрошу, пожалуйста, тех, кто еще не отвечал, достаточно быстро ответить, потому что мне интересно, сколько среди нас мудлолюбов, мудлопользователей, мудлеров и так далее, ну и сколько тех, кто мудл не использует. И вот здесь я хотела бы в чате, наверное, да, увидеть, а какие еще системы, кроме мудл, или вообще вы мудл не используете, то в какой системе электронного обучения вы работаете. Или написать в свободных ответах. Или написать в свободных ответах. Ну вот в свободных ответах уже один ответ есть. Гиперметод, два человека, гугл, один человек. Гиперметод, три человека. У нас, коллеги, скоро будет семинар по гиперметоду тоже, мы не только мудл применяем. Махара, один человек. Ну, блэкборд это тоже платформа, это редкая платформа. Ну вот в основном лидирует в России гиперметод, три человека. Пару человек гугл, один блэкборд, один махара. Ну и интернет, я насколько понимаю, Людмила Михайловна, это все те сервисы, которые нам предлагает интернет. Пять человек применяют гиперметод и не считая тех, 32 человека применяют мудл. Ну и гугл тоже. Ну, кстати, в гугл баз данных нет. Вот Татьяна Владимировна. Гугл любый, примите к сведению, баз данных в гугл нет. То, о чем, поэтому посмотрите. Ну, зато есть общие документы и общие банки. Ну, возможно, вы докажете обратное, а мы любим разные взгляды, пожалуйста. Так, ну я закрываю опрос. Мы уже посмотрели, да, знаю и охотно использую у нас лидирует. Я очень этому рада. Слышал, интересно было бы попробовать. Тоже очень хороший ответ, да. Ну и, к сожалению, есть у нас некоторые, кто не использует. Но я надеюсь, что я хотя бы немножечко сподвигну вас заинтересоваться этим элементом, этим монстром, который очень хорошо помогает. Возможно, таблицы в гугл чем-то будут похожи. Так, ага. Анастасия, извините, я не вижу вашего отчества. Спасибо за комментарий. Тогда я попробую следующие опросы произносить, что там, какие вопросы. И вы просто отвечаете прямо в чате. В данном случае опрос был, был ваши отношения с Moodle. И варианты, а что это такое. Слышал, интересно было бы попробовать. Знаю и охотно использую и не использую. Ну и, как я уже сказала, знаю и охотно использую. У нас 34% наших слушателей занимают. И интересно было бы попробовать 18%. Ну и 20% у нас в Moodle пока что не знакомо. Нет, 34 это человек, а составляет 47. А, человек, ой, прошу прощения, да. Хорошо, отлично. Идем дальше. Все, закрываем. Где что мы тебе? Закрываем опрос. И еще небольшой орг момент. Вот как раз то, ради чего я просила вас открыть в соседней вкладке мою презентацию. Практически каждый пример я могу вам сейчас сразу показать. Только я сама их показывать не буду, я не буду занимать на это время. Вы можете его посмотреть прямо параллельно с моим рассказом. Ну, я, конечно, прошу вас совсем не уходить, потому что вы в любой момент можете продолжить просмотр примеров. Но, теперь по презентации. На слайде презентации в правом верхнем углу, вот я сейчас показываю указателем, указочкой, расположена ссылочка. Зеленая цепочка, которая является действующей ссылкой на соответствующий пример, о котором идет речь на этом слайде. Вот на этом слайде о примерах никаких речь не идет, это просто пример вот этого примера, пример такой ссылки. Если вы по ней щелкнете, то перейдете на сайт izido.ru, то есть на наш учебный сайт нашего университета, в курс эксперименты, в котором расположены большинство баз данных, о которых я сегодня буду рассказывать. Редкий случай, когда спикер не просто рассказывает, а дает попробовать. Людмила Анатольевна очень добра к нам, и вы можете вот эту ссылочку открыть, посмотреть каждый ее пример своими ручками. Спасибо. Ну еще несколько пояснений, да, доступен для вот этого курса и для большинства тех курсов, на которые есть ссылки, доступен гостевой вход, то есть авторизовываться вам не надо. Но если вдруг вот в этом курсе эксперименты вам захочется создать запись в базе данных, в тех базах данных, которые там имеются, тогда вы можете войти под логином DEST, демонстрационный студент, пароль точно такой же. Этот студент записан на курс эксперименты, и он может создавать записи в базе данных. Пожалуйста, создавайте. Так, ага, вот тут вот нет звука. Это, видимо, только у Савченко, потому что остальные не жалуются. Я вас слышу идеально. Ну и у кого заикание, Надежда Васильевна, я советую вам просто отключить видео от спикеров. В этом случае больше у вас, больше канал будет предназначен для звука. Угу. Так, ну вот это вот организационные моменты. Вот этот самый курс эксперименты и все курсы, о которых идет речь, будут открыты постоянно, да, то есть это не нужно вот сейчас скорее-скорее спешить и рассматривать примеры, вы можете сделать это в любой момент. Всегда. И, в общем-то, если у вас есть желание поработать под своим собственным логином, то тогда напишите мне, адрес мой будет на последнем слайде, либо вы можете прямо зарегистрироваться на сайте izido.ru. Просто напишите «хочу посмотреть курс эксперименты» и поработать с базой данных. Пожалуйста, я вас зарегистрирую. Без вопросов. Вот. Ну, а теперь, собственно, о базах данных. Вот эта вот схема, я эту схему когда-то создавала для себя, подобную схему, да, потом ее вот так вот попыталась красивенько изобразить в MindMap. В принципе, в этой схеме я попыталась классифицировать типы полей базы данных, которые есть в Moodle. Ну, наибольшую сложность. Я здесь ничего особого рассказывать не буду, да, только вот буквально два слова, да, две ссылочки. Вот тут вот поле выбор, поле выбора, да, я для себя всегда путалась, а какое, собственно, мне нужно в данном случае? Это меню, это флажки, переключатели или выпадающий список. Ну, и вот тут, наконец, я это все привела в порядок, да. Меню и флажки – это выбор множественный, да, то есть здесь можно дать возможность создающему запись выбрать несколько вариантов из предложенных, и переключатели, выпадающий список – это одиночный выбор. Ну, и кроме этого, я хотела бы еще сказать о нестандартном, да, то есть том, который изначально в базе данных не установлен, типе поля, который вот этакий пудель, да, пудель, л-л, уж не знаю, как он на самом деле называется, но пудель очень хорошо сюда вписывается, хотя это, я насколько понимаю, японская разработка, потому что регистрироваться нужно на сайте, на японском сайте. Вот я уже даже не помню, почему я решила, что он японский, ну, что-то там было с Японией связанное, да, потому что, в общем-то, там все по-английски написано. Вот, ну, и раньше я очень рекомендовала вот этот тип поля установить, потому что он достаточно интересный. С его помощью можно давать возможность студенту или обучающемуся нарисовать прямо вот тут, вот прямо в базе данных нарисовать свой ответ, сделать чертеж, сделать какую-то картинку. Он мог здесь создать видеозапись или создать аудиозапись, мог снять скриншот с какого-то, и все это прямо здесь сохранялось. Но с некоторого момента, примерно с год назад, наверное, понадобилась регистрация на их сайте для того, чтобы пользоваться вот этими данными. Регистрация была отдельная для каждого сайта, на котором вы используете это поле, это поле базы данных. Ну, и с недавнего времени появилась третья версия этого типа поля, которая оказалась платная. Причем платная она достаточно... Вот я посмотрела сегодня буквально, да, я все-таки его переустановила. Вы можете пока что посмотреть. Через неделю я его отключу, потому что триал записи, триал-версия работает только две недели, и как только она перестанет работать, у меня будет недоступна вся база данных, в которой есть это поле. Вот, поэтому... Ну, а я заодно посмотрела цены. Для одинокого пользователя, да, то есть не для корпоративного, это порядка 80 долларов в год, а для корпоративных пользователей, там написано institution, да, наверное, или что-то такое подобное, то есть для учебных заведений, это 300 с лишним долларов, то есть не очень подъемная цена, тем более, что если платить в долларах, вот насколько я понимаю, это еще сложно и с организационной точки зрения, да, то есть, в общем-то, заплатить в долларах какому-то японскому товарищу, ну, наверное, в ВУЗе это будет невозможно, через ту систему закупок, которая есть. Вот. Ну, а все остальное это вам в помощь, больше я здесь ничего комментировать не буду, идем дальше. Следующая схема, которая похожа визуально на предыдущую, вот тут я попыталась как раз обобщить свой опыт работы с базой данных с помощью сравнения базы данных с известными элементами, которые в той или иной мере могут заменить базу данных, или наоборот, база данных может заменить эти элементы. И вот тут я уже остановлюсь более подробно на ней. Итак, первый элемент, который очень похож на базу данных и который, собственно, является так минимальной такой урезанной версией базы данных, это глоссарий. На самом деле, если вы представляете, что такое база данных в стандартном традиционном понимании, то прекрасно видите, да, что глоссарий – это такая же точно база данных, только у глоссария есть строго определенно заданные поля. Вот здесь я их переписала, да, название, описание, категория, ну, еще несколько полей. Тогда как в базе данных поля определяет преподаватель при ее создании, сколько нужно и какого нужно формата. Ну, затем более, так скажем, менее, более мелкие придирки глоссарию, да, что форматы здесь довольно небольшой набор форматов, вот тут я наполнила, да, это полный или простой, с автором или без автора и так далее, который определяет формат отображения глоссарий, определяет преподаватель. Вот это я здесь отметила, да, автор курса, то есть участник не может изменить этот формат. У базы данных формат отображения, я вот тут написала, может быть любой, и дальше я покажу, какие красивые форматы отображения может создавать преподаватель, создает это преподаватель. А вот формат представления, вот тут я прошу прощения за вольность такую в изложении, да, дело в том, что я тут о двух форматах говорю, о том, как в принципе будет выглядеть база данных, это я назвала форматом отображения, и о том, в каком виде база данных представлена сейчас. Это формат представления, который может выбирать участник, ну, точно так же, как и у глоссария, например. Мы же в глоссарии тоже можем посмотреть все записи глоссария, все термины глоссария единым списком, да, можем, например, выговорить какую-то буковку, на которую мы, букву А, например, на которую все термины увидим, и можем посмотреть конкретный элемент глоссария, конкретный термин глоссария, ну, подробно, да, то есть его описание подробно. То есть формат представления, в данном случае глоссария, тоже может выбирать участник, хотя вот это вот я здесь не отметила. Следующий элемент, который достаточно близко по применению к базам данных, это форум. Это форум. И, в общем-то, достаточно часто форум может заменить базу данных, и очень часто база данных может заменить форум. И вот тут вот перед нами встает вопрос, а когда же стоит использовать базу данных, а когда стоит использовать форум. И вот они несколько отличий, которые для меня, собственно, являются очень и очень решающими. Прежде всего, в форуме, когда мы в форуме хотим, чтобы студенты, обучающиеся, я извиняюсь, так как я работаю со студентами, то я часто говорю студенты, хотя речь идет об обучающихся, поэтому прошу меня извинить, если я говорю студенты, то мы слышим обучающиеся. Итак, обучающийся может, создав один раз сообщение, выложив в него какой-то ответ, через полчаса там или через час, решив его изменить, изменить он его уже не может, да, он сможет добавить комментарий к этому топику, но через некоторое время возможность комментировать, возможность изменять свое сообщение у студента, у обучающегося пропадает. В отличие от форума, в базе данных учащийся всегда может изменить свою собственную запись, всегда может изменить те элементы, дополнить их, откорректировать, полностью изменить их, заменить. И это в некоторых моментах нужна, нужна нам версия, которую представляет форум, в некоторых случаях нам нужно как раз, чтобы студент мог менять свою запись. Дальше, еще одна важный момент, вот он у меня напротив друг друга записан, да, это оценивание. Если в форуме мы можем оценить любое сообщение, как собственно сам топик, так и комментарий к этому топику, и это бывает очень хорошо, когда важно именно само обсуждение, да, то в базе данных оценивается только запись. Ну и точно так же, как и в форуме, оценивать может только преподаватель, либо оценивать могут студенты, могут сокурсники. Здесь тоже все это настраивается, так же, как и в форуме. И вот эта вот, наверное, строчка, вот это вот вторая, да, вот это второе соотношение, второе сравнение, оно для меня является решающим критерием при выборе, что у нас будет, база данных или форум. Потому что методически, если в этом задании важна, собственно, сама работа, все остальное ее обслуживает, то в этом случае нам нужно использовать базу данных. Если же важно обсуждение, ну вот так же, как, например, когда на форуме Moodle.org я смотрю какой-то очередной топик пользователя, то мне сам вопрос не настолько и важен. А вот ответы, которые даются участниками форума на этот вопрос, я у себя сохраняю, у меня огромная папка есть с сохраненными ответами. Вот это форум, да, тогда нужно создавать форум, когда важно само обсуждение. Так, ну и следующее у нас тут небольшое отличие в комментариях, в форуме мы можем древовидно их представлять, а в базе данных комментарий линейно, опять же, это определяется тем, что комментарии обслуживают саму запись и не являются самоцелью, не являются самым важным вот в этом вот элементе. Вот, и еще одно отличие, в котором иногда преподаватели мне говорят, о, и ура, что нет уведомлений. В форуме, так же, как и в задании, мы можем получать уведомления на почту о том, что пришли новые сообщения. Я активно использую эти уведомления, мне очень важно видеть, какие ответы даются, какие вопросы задаются, какие даются ответы. В частности, с форума Moodle.org я получаю каждый день очень много вот таких вот уведомлений. Вот, кому-то это не нравится, кто-то из преподавателей сразу себе отключает и в заданиях, и в форумах, периодически заходит и проверяет, что там есть. Вот, в базе данных возможности настроить уведомления о новых сообщениях, о комментариях, об изменениях нет такой возможности. По крайней мере, я ее не нашла, а рассматривала я базу данных достаточно активно, хотя если вдруг вы найдете такой способ, то, пожалуйста, сообщите. Вот, ну и здесь я отметила, что есть решение в виде новостных лент, которые могут, я скажу, да, скажу об этом еще, мы можем установить, настроить новостную ленту, которая будет показывать новые сообщения в базе данных. И если вы уже открыли курс эксперименты, то слева, прямо на главной странице курса, можете увидеть новые сообщения, те сообщения, которые были созданы в базе данных, ой, господи, забыла, как она называется, интересное в мире-то, то, что мы сегодня с вами будем создавать, да, то есть можем увидеть. И если вы зайдете на главную страницу из ИДО.ру, то есть на главную страницу сайта, то справа увидите новое поступление в библиотеку или новое издание ДГАСУ. ДГАСУ это то подразделение, в которое до недавнего времени я работала, а сейчас оно у нас преобразовано в ИДО, то есть в Институт дистанционного образования. Изменила немножечко вариант. Ну и вот когда мы вчера обсуждали с Юрием Николаевичем вот это вот наше выступление, мое выступление, он предложил, предложил, еще сказать, вернее так, сказал, да, что есть еще некий блок, с помощью которого можно настроить уведомления. Вот, ну и хорошенько подумав и почесав затылки, да, я сообразила, что, наверное, с этим блоком я знакома. Это аутентификация блок, который я сегодня попыталась использовать в курсе эксперименты. Вот, я там настроила только уведомления по почте, хотя можно настроить уведомления и по СМС, и на самом деле по почте работает, при этом каждый участник сам для себя настраивает те уведомления, которые преподаватель разрешил. К сожалению, это я сделала сегодня уже, не смогла изменить, изменить вот эту вот схему, не смогла добавить это в презентацию, но если вы зайдете в курс эксперименты, то эксперименты, то слева этот блок увидите. Там есть возможность вам настроить, собственно, для себя, ну, для того студента, с которым вы зайдете, я вот даже не знаю, в гостевом режиме будет ли он виден, но тем не менее, вот этот блок я тоже вам рекомендую. По крайней мере, не в СМСках, а в уведомлении по почте он работает. Он мне сообщил, что создана новая запись базы данных. Но только, к сожалению, даже когда я изменила запись, уже имеющуюся запись, он мне все равно сообщил, что создана новая запись. Но тем не менее, возможность вот таких вот сообщений у нас есть. Добавочка. Ну, и еще один элемент, который я тоже попыталась сравнить, это элемент задания. Ну, вот здесь тоже разница между использованием задания и базы данных достаточно четко видна. Задание – это разговор преподавателя со студентом тет-один, тет-а-тет, да, один на один. То есть преподаватель видит задание студента, ответ, выложенный студентом, студент видит тоже только свой выложенный ответ. Поэтому, если нам нужно, чтобы студенты обсуждали работы друг друга, то, значит, это база данных. Ну, либо форум, либо еще что-то другое – это не задание, да. Ну, а если у нас задания повторяющиеся, например, да, то есть чтобы студенты не видели задания, ответы друг друга, не смогли их скопировать, да, или нам нужно, чтобы работа была персональная преподавателя со студентом, то в этом случае мы используем задание. Ну, и вот тут вот у меня стоит большой-большой вопрос, поскольку, ну, с семинаром и с Вики я знакома. В Вики я работала как студент на некоторых курсах. Семинар я пыталась разобрать, мне показалось, что это достаточно сложно в настройке, и, в общем-то, так и не получилось его использовать живьем со студентами. Вот, поэтому я вот сейчас попрошу, уважаемые коллеги, напишите, пожалуйста, в чате, кто активно использует семинар, поставьте буковку «С», кто использует Вики, поставьте буковку «В», вот, и если у вас вдруг появится желание помочь мне заполнить вот эту вот часть, то я буду очень рада, да, присылайте, когда угодно, где угодно, можно здесь в чате, но хотя не хотелось бы, чтобы вы сейчас на это отвлекались, можно почтой, можно как угодно, личным сообщением на сайте, пожалуйста, от имени того самого студента. Ну, вот я знаю, что Юрий Николаевич тоже очень активно использует семинары, я когда-то изучала его опыт в самом начале моей работы в моду, вот, но, к сожалению, самой использовать активно его пока не получилось. Так, ну, то есть у нас, получается, не так уж и много пользователей, которые используют семинар, и еще меньше Вики. В Вики я работала как студент, мы там обсуждали, то есть это был не некий результативный элемент, да, а это был способ обсуждения я в группе какого-то задания, которое потом выкладывалось отдельно. Так, ну, продолжаем. Так, ну, вот прежде чем я покажу вам примеры, как я использую базу данных в обучении как активный элемент, я попрошу вас... Так... Ответить на вопросы. Для тех, кто не видит опрос, я, значит, я говорю ответы. Используете ли вы в электронном обучении элемент базы данных? Ответы нет. Второй ответ пробовал, но не впечатлило. Третий использую как неактивный элемент для выкладывания материалов для обучающих. И четвертый вариант использую как активный элемент. Тот, кто не видит опросов, пожалуйста, давайте свои ответы. Можно прямо номер дать, да. Дайте свои ответы в чате. Ну, и здесь у нас лидирует ответ нет. Ну, собственно, достаточно ожидаемый, потому что везде, где я начинаю говорить о базе данных, мне сразу говорят, а что это такое разве это можно использовать как обучающий элемент. Ну, а я как Витцин в фильме про Финист Ясный Сокол, да, и о своей корове. Вот я о своей базе данных. Да, Альбина, она согласна. Семинар – это инструмент, которым должны быть дисциплинированы и студенты, и преподаватель. А так как вот я усиленно работала с дистанционными студентами, которые время от времени появляются, а потом уезжают, например, куда-то работать, и потом через месяц снова появляются, то вот с семинаром у нас так и не получилось. Так, ну вот у нас 39 человек не пробовали, трое, троих, четверых не впечатлило, четверо используют как неактивный элемент, и двое используют как активный элемент. А где же здесь я? Так, ага, уже. Так, ну я закрываю опрос. А вот, к сожалению, у меня не получилось, хотя сейчас на тех курсах, о которых я чуть позже буду говорить, в которых я сама, собственно, участвовала, да, там сейчас используется семинар, но я в них участвовала тогда, когда семинара там не было, к сожалению. Попробовать я бы хотела. Все, я опрос закрываю. И переходим к первому примеру. Так, Виктория Валерьяновна, простите, пожалуйста, я произносила, пожалуйста, если вы в следующий раз, в следующий опрос не услышите, что я произнесла вопрос и варианты ответов, то попросите, чтобы я его еще раз произнесла. Да, я читаю. Опрос вы можете отвечать прямо в чате. Так, ну первый мой опыт работы с базой данных, который, в общем-то, действует до сих пор, это библиотека. Ну, собственно, это достаточно традиционное использование базы данных. Вот здесь, так, я потеряла где-то свою стрелочку. Вот здесь вот слева вы видите вариант просмотра списком, да, то есть вот этот вот самый формат представления, когда все записи у нас видны, вот они отдельными, отдельными записями, да, отдельными блоками. Здесь мы кратко можем познакомиться с содержимым этой записи, с содержанием этой записью. Ну, а справа вы видите режим просмотра в формате единственная запись, в формате одна запись или единичная запись, когда мы уже более подробно можем посмотреть, что, собственно, что собой представляет эта запись. Ну, и вот тут вот видно, да, дальше я поясню, каким образом можно настроить, собственно, и тот, и другой формат, и все форматы, которые здесь у нас есть, да, ну, вот тут уже более подробно есть описание вот этого издания. В данном случае это библиотека изданий из ЗИДО, то есть это мультимедийное издание, это были диски. Здесь можно было получить постоянную ссылку на это издание, вот оно, здесь можно было скачать обложку, если вдруг мы захотели диск распечатать, но здесь не выложено было, собственно, само мультимедийное приложение, поскольку оно иногда бывает достаточно объемное, и, в общем-то, возможностей нашего Moodle не хватило для того, чтобы обеспечить выкладывание всех этих записей, хотя в дальнейшем мы планируем это сделать. Так, ну, здесь, в общем-то, ничего особенного нету. Когда я создавала библиотеку, я еще очень робко работала, попыталась разобраться с базой данных, поэтому я всего боялась. Что, собственно, боялась, я скажу немножечко позже, и чего не стоит бояться, я тоже вам расскажу, когда буду говорить о шаблонах. Так, продолжаю. Это все продолжение раздела библиотеки издания ЗИДО. Вот здесь вот вы видите форму поиска, да, когда я говорила о базе данных, я не отметила еще один очень важный ее, очень важное ее свойство, важную возможность, которой фактически нет больше ни в одном элементе, обучающем элементе ни в одном модуле. Это хорошая возможность поиска. И вот здесь вот вы видите, что в библиотеке можно искать по названию, по автору, по программисту, да, по тексту, который может быть в аннотации, по виду издания и так далее. Да, то есть мы можем достаточно вольно ввести, главное ввести его в нужное поле. То есть поиска просто во всем подряд, вот тут такого, к сожалению, нет. Ну, чаще всего, конечно, мы знаем, что если мы, например, ищем издание Татарниковой, то мы Татарникову будем записывать в авторы, но в крайнем случае в программисты. Хотя на самом деле Татарникова здесь выступает именно как программист. Так, и правее мы видим форму добавления, да, то есть преподаватель или администратор, который вносит новую запись, он должен заполнить вот такую форму. Ну, собственно, я, если вы работаете в модуле, то здесь вам все знакомо, потому что мы и другие элементы тоже точно так же заполняем. Но если с модуле вы не знакомы, то тогда будете смотреть сюда, когда будете работать с базой данных в модуле, когда будете с ним знакомиться. Так, уважаемые, уважаемые коллеги, если у вас будут появляться вопросы какие-то, что-то будет непонятно, я не буду абсолютно очень сильно подробно рассказывать все, что есть, поэтому если вдруг появляются вопросы, то пишите, останавливайте меня, я сразу постараюсь ответить, чтобы вопросы не забыли, чтобы потом нам не пришлось обратно листать, вспоминать, о чем мы тут разговаривали. Еще один раздел библиотеки – это учебно-методические материалы. Ну, он выстроен точно так же, только в отличие от мультимедийных приложений, здесь выложены учебные пособия. В основном учебные пособия, которые разрабатывались для наших филиалов, если раньше мы в филиал отправляли хорошие стопки книжек в библиотеку, то теперь студент может быстро скачать PDF-версию этого учебного пособия и, в общем-то, не замудряться с тем, чтобы идти в библиотеку, искать там вот это вот издание. Вот. Ну, и опять же, слева мы видим вид в виде списка, достаточно скудная, да, только автор, название, год издания и постоянная ссылка. Постоянная ссылка в данном случае нужна преподавателю и для списка трудов, поскольку сейчас не все издания есть возможность издать в твердом варианте, да, то есть в бумажном варианте. Вот тогда преподаватель свои методические пособия выкладывает сюда, и вот эту вот ссылку он может в библиографию в список трудов поместить. Так, ну и вот этот вот вид у нас в формате, опять же, в формате просмотра единичной записи, и вот я опять возвращаюсь к своей корове, хочу еще одно, один плюс базы данных по сравнению с остальными элементами. Библиотека – это у нас отдельный курс, и очень хотелось бы, чтобы свои издания в эту библиотеку выкладывали не наша лаборатория, а мы как раз занимаемся поддержкой преподавателей в системе Moodle, не наша лаборатория, а чтобы сами преподаватели выкладывали свои издания. Но в этом случае, если бы мы использовали не базу данных, а какие-то другие способы, ну, например, они в формате гиперссылок или в формате файл будут выкладывать свои издания, каждому преподавателю в курсе библиотека нужно давать роль преподавателя или перенастраивать для участников роли, да, чтобы они имели возможность выкладывать свои материалы. Если же мы используем для выкладывания материалов базу данных, то в этом случае достаточно, чтобы преподаватель в этом курсе был зарегистрирован как студент, и тогда он имеет возможность выкладывать свои материалы, не будучи преподавателем в этом курсе. То есть у нас, например, библиотека выстроена таким образом. Любой преподаватель, который регистрируется на нашем сайте, преподаватель нашего университета, который регистрируется на сайте, и он автоматически попадает в группу teachers, да, то есть в глобальную группу преподавателей, которая уже записана на курс библиотека как студент. При этом преподаватель сразу имеет возможность выкладывать сюда свои методические материалы. Ну, а студенты в этот курс могут заходить в библиотеку, могут заходить как гости, и, соответственно, они могут скачивать материалы, но не могут их выкладывать, ну, собственно, что нам и нужно. Ну, вот такая вот, опять же, здесь есть ссылочка, вы можете посмотреть, как студент. Вот такой вариант. Возможно, есть и другие варианты, но мне вот этот вариант очень нравится. С меня снимается огромная работа по выкладыванию очередных методических материалов преподавателя. Преподаватели сами, когда хотят, могут выложить, могут обновить, могут исправить свои материалы. Следующее применение базы данных – это научно-практическая конференция студентов. Вот это был наш ноу-хау, так скажем, да, наш первый пробный камень, и, надо сказать, он себя оправдал. База данных в курсе, который соответствует конференции, а у нас в таком вот режиме проходило две конференции в 15-м и в 14-м, в 2015-м и в 2014-м годах. И база данных в этом курсе являлась, собственно, личным кабинетом студента, да, то есть каждая запись студента – это была его заявка на участие на конференции. Сюда же, вот тут вот вы видите, одну запись в левом, да, на левом. Здесь же он указывал при заявке секцию, в которой он будет участвовать. У нас было четыре секции, это была у нас конференция по урбанистике. Докладчик сюда, вот он появлялся автоматически, то есть докладчик – это тот, кто создает запись, кто создает запись. Затем, если была необходимость, то сюда же здесь указывались авторы, название доклада, тезисы. Вот эта вот верхняя часть, она была обязательна, но кроме соавторов. Чуть позже студент мог добавить сюда текст доклада, и сюда же мог добавить презентацию. Здесь же были включены комментарии, да, то есть можно было обсудить доклад еще до того, как он был, как он начинался, как он был произнесен, собственно, на самой конференции. При этом докладчик мог поправить свой доклад, да, мог что-то в него дополнить, мог здесь ответить. Ну и, собственно, участники конференции могли здесь для себя набрать вопросы, которые они затем могли бы, хотели бы задать очно, на очное, на, собственно, на представление этого доклада уже в очном виде. Ну и что еще было удобно? Записи базы данных можно очень быстро и удобно экспортировать в таблице, в электронной таблице. Мы экспортировали, отсортировали по секциям, и у нас уже было готово 4 списка наших участников по секциям. Досталось только их отсортировать по времени доклада, да, выдать им определенный номер и так далее. И отсюда же, к сожалению, презентации не экспортируются, да, в электронной таблице, но мы аккуратненько скачали все презентации, выложили их в папочку на том ноутбуке, на котором будут выступать докладчики, вернее, на те, на 4 ноутбука. И, собственно, студенты не волновались, что они могут забыть. При этом мы еще и не тратили время на то, чтобы подключить флешку, дождаться, пока она там авторизуется, пока она установится. Скачать эту презентацию, открыть ее, а вдруг она не откроется. То есть вот эти вот все волнения и траты времени, они тоже были исключены. То есть мы сразу уже, все презентации у нас были на ноутбуке. Очень удобно, я очень рекомендую, если вы работаете с конференциями, попробовать вот такой способ оформления конференции. Ссылочка тоже есть, вы можете посмотреть результаты работы этой конференции. Собственно, эта база данных находится на сайте конференции, поэтому там, в общем-то, можно посмотреть и все остальное по нашим конференциям. Следующий. Вот, к сожалению, здесь я ссылочку дать не могу, поскольку это, в общем-то, ну тут, во-первых, все-таки реальные отчеты по практике, во-вторых, курс этот закрыт, да, то есть показать. Но показать, рассказать, если вдруг появятся вопросы, то задавайте их в чате. Итак, отчет по практике. Это у нас практиканты, магистранты-дистанционщики, дистантные магистранты, которые приезжали к нам только на защиту своих магистрских диссертаций, все остальное у них происходило в Moodle или в режиме вебинаров, вот так же точно мы, Мирополис, тоже используем вебинаров, ну либо в Скайпе, если речь шла о сдаче экзамена, тет-а-тет, да. Вот, ну и каким образом мы могли оформить, вернее, да, оформить прохождение практики, не саму практику, естественно, поскольку практика – это практика. Вот в данном случае вы видите отчет по педагогической практике, да, то есть практиканты искали место для практики самостоятельно, ну в основном, конечно, это была та школа, в которой они работали, да, либо тот филиал, в котором, ну либо где-то еще искали, вот. Ну а вот это вот, этот кабинет практиканта, или мы назвали его портфель практиканта, да, вот это у меня инструкция небольшая для практикантов, по которой вы можете тоже посмотреть, как она, собственно, задается. Вот, в этом портфеле практиканта практикант указывал, ну вот он автоматически появлялся, да, тот самый практикант, который создает эту запись. Он указывал руководителя практики, это был руководитель его магистрской диссертации, да, сюда выкладывались направления на практику и договор с той организацией, с которой, в общем-то, практика, в которой производилась практика. Здесь же руководитель практики давал задания на практику, здесь же заполнялся дневник практиканта, ну вот он тут вот достаточно длительный, да, то есть это была трехнедельная практика, соответственно, здесь получается как минимум 15 записей, да, 15 дней. Вот, здесь же дневник можно было в виде ссылки, то есть я предлагала, некоторые дневник выкладывали сюда из общих документов, из гугловских документов, да, это очень удобно, не заходить сюда, а прямо заходим в наш дневник, а здесь у нас была ссылочка. Вот, здесь же выкладывался отчет о практике, здесь же был и отзыв о практике, отзыв руководителя на производстве, но в данном случае еще этот отзыв не был выложен, да, ну и здесь же преподаватель мог оценить практику и мог выдать свои комментарии. Ну и здесь я, о полях мы будем говорить позже, да, кому не знакома еще база данных, не переживайте, вот об этой, вот об этой картинке мы еще будем говорить, да, здесь просто в качестве, опять же, подсказочки в качестве шпаргалки, те поля, которые использовали мы. Коллеги, можете сделать увеличение документа, можно сделать увеличение документа, если мелко видно, внизу плюс-минус. Да, 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 то есть внизу у вас есть кнопочки с плюсом и с минусом, и если вы будете увеличивать документ, увеличение это будет только у вас, то есть вы никому другому не помешаете просматривать этот документ в неувеличенном состоянии. здравствуйте елена евгеньевна так а ну и по практике еще да вот тут вот единственное только что вот как раз я вот здесь вот отмечала что как только создаете запись в портфеле практиканта обязательно предупредите об этом вашего руководителя и руководителей просила что как только они пишут например задание на практику в личном сообщении предупредите об этом практиканта с рсс тогда я еще не работал но собственно осло а не особо оно бы и помогло потому что дальше в общем то все равно все ведется вся работа ведется редактирование записи да они в их создании вот но тем не менее некоторое время приходилось мне как администратору отслеживать но появление новых записей лизм или изменения записи и напоминать студентам о том что они должны сообщить преподавателю и преподавателям напоминать о том что они должны проверить ну или выдать задание на практику магистранту но потом это у нас три практики проходила в таком формате и ко второй третьей практике студенты магистранты уже достаточно привыкли хорошо и в общем то там мне уже почти не приходилось и ничего напоминать то есть дело привычки следующий пример но вот тут я крупно написала да это идея не моя идея шилина и татьяны александровны с которой мы вместе обучались на дистанционных курсах школа электронного обучения которая проводилась волжским технологическим университетом я в общем то я привыкла называть его волготек поэтому если я неправильно вдруг произнесла название университета я прошу прощения да и там вот в одном из обсуждений там мы учились собственно работать смутал я туда пошла я уже в общем то достаточно было умудренным так скажем мудловодом да но пошла туда посмотреть и на самом деле увлеклась очень интересные были курсы мы были первым потоком вот в этих вот курсах шео 1 по созданию своего собственного курса и тогда татьяна александровна где-то в обсуждении высказала пожелание а каким бы в ней вопрос да каким элементом можно создать вот такой вот красивый тематический словарик до чтобы детям было интересно его заполнять и чтобы результат был красивый как настоящий словарик который они раньше вели вручную ну и вот тут вот я предложила вот так использовать базу данных при этом вот слева вы видите записи которые задает студент да вот она занятие первое и вот то что но в данном случае тут должно было быть вместо многоточия должно было быть собственно пояснение этого термина да ну поскольку я не экономиста я просто кратко здесь быстренько сделала вот дальше еще вот у нас руководитель как раз наши нашего занятия наших курсов один из руководителей внесли сюда в качестве пробы тоже термины вот и так слева вы видите то что заполняли студенты да а вот справа вы видите как эта запись студента будет выглядеть при просмотре едино ли единственной записи на каждое занятие отводится своя страничка клеточки на страничках да вот это вот подпись занятия 1 занятия 23 вот этот вот заголовочек название словари когда нас имя того студента который заполнил чей это словарик запись время создания этого документа этого словарика и время последнего изменения этого словарика все это автоматически создается с помощью создать помощью шаблона который преподаватель один раз настроил и дальше уже можно снимать сливки и преподавателю и студентам очень интересный пример который но я не могу сказать с разрешения татьяны александровны да я разрешение не спрашивал но я думаю что она будет рада что вот этот вот ее идея пошла дальше в массы и я ее показываю на этом примере так а ну и вот здесь вот кроме собственно словарика наверху до кроме ссылки на сам словарик где вы можете зайти под демонстрационным студентом и заполнить запись здесь есть еще вторая ссылочка это ссылка на справку как создается этот словарик да то есть я и для татьяны александровны для всех слушателей школы электронного обучения тогда создала эту справку и так как раз вот тот самый шаблон есть по которому можно посмотреть как сделать чтобы это было красиво но если вдруг вы хотите чтобы вместо клеточек были например полосочки ну то значит надо немножечко этот шаблон изменить вот это все делается с помощью каскадных стилевых таблиц css вот ну если не знакомы то я готова в общем то дать не некоторые пояснения небольшие для если вдруг вы хотите как-то иначе изменить как-то использовать вот такие шаблоны так следующий пример это задание цепочка который я использовала в курсе облачный офис это курс по обучению облачным технологиям в основном конечно google но не только вот и этот курс я тоже как раз создавала там формате ага татьяна александровна спасибо и вам спасибо большое за идею вот этого мне очень нравится это про просто уткали в коллекции вот это вот задание этот формат очень красиво смотрится там же создавала курс которым я вот так вот решила похулиганить да и все задания но не все да там есть и тесты да но основное задание которое должен выполнить студент я оформила в виде заданий цепочки что это такое задание цепочка предполагает в общем то я могла бы даже полностью сказать да полное отсутствие контроля со стороны преподавателя до полное отсутствие оценки со стороны преподавателя хотя конечно слова полная должна была бы поместить в кавычки потому что иногда преподаватель Все-таки включается, когда что-то не получается, преподаватель должен включиться, когда кто-то забыл оценить. Но, тем не менее, в чем заключается задание цепочка? В этом задании каждый студент помогает выполнить задание предыдущему студенту, тому, который перед ним выложил свой ответ на задание, и помогает работать совместно со следующим студентом. То есть в работе над заданием работают три товарища. Я тот студент, который, тот участник, который выложил предыдущим, и тот, который после меня. Ну, и расскажу это на примере на самом простом, на первом задании. Так как это у нас были облачные технологии, то первоначально самым первым заданием было создать почтовый аккаунт, да, создать аккаунт в почте Google. Поскольку мы, в общем-то, в первую очередь интересовались сервисами Google. Ну, поскольку, к сожалению, они самые богатые, к сожалению, к счастью для Google, да, к счастью для тех, кто использует Google, к сожалению, для тех, кто использует Яндекс, Мейл и другие почтовые сервисы, там тоже достаточно все богато, и мы здесь работали с другими сервисами, но некоторых вещей там все-таки нет. Вот, ну, и в этом, значит, задании здесь оно не показано, здесь я показала уже задание второе, более сложное, да, вот оно, правило, как студент будет работать, ну, а объясню на простом задании. Итак, очередной студент заходит в базу данных, создает там свою запись и помещает в нее электронный адрес, который он, ну, только что создал или который у него, возможно, есть, адрес на его Google почте. После этого, сохранив свою запись, он ищет того участника, который перед ним, то есть последнего перед ним участника, который создал свою запись. Для этого достаточно отсортировать записи по времени добавления. Берет адрес того самого студента и в почте пишет ему письмо с просьбой оценить его работу. Студент, первый, предыдущий студент получает письмо, заходит в базу данных и ставит оценку мне, как студенту, да, вот среднему студенту, что я свою работу выполню. После этого я сижу и жду, когда следующий студент, который приходит после меня, что, когда он возьмет мой адрес, напишет мне письмо, я увижу это письмо и поставлю ему оценку. Все, в этом моя роль закончилась. То есть вот там вот, собственно, работали два студента. Но здесь, Юрий Николаевич, это маленечко другое задание, да, то есть я сейчас поясняю на простом задании. Вот здесь вот то, что сейчас вот мы показываем, показываем указочкой, да, это уже задание второе. Вторая тема была по созданию общего документа, по работе с общими документами. И в нем нужно было, во-первых, создать документ, для документа создать публичную ссылку, да, для того, чтобы его мог посмотреть любой обладающий этой ссылкой с правами комментирования. Вот, и после этого дать персональный доступ какому-то следующему, получается, студенту на редактирование этого документа. Итак, вот здесь вот я описала для студентов, для участников этого курса. Курс предполагался для студентов, для магистрантов, для преподавателей, которые не знакомы еще с офисными, с облачными технологиями. Ну, для того, чтобы, собственно, вот можно было тем же самым магистрантам, например, работать над своими магистрскими диссертациями с помощью общих документов, к примеру, да. Мы их использовали очень активно. Итак, вот здесь вот у нас вот эта вот последовательность действия вот этого студента, который обозначается буковкой «Я», да, оранжевого студента. Это у нас 8 действий. При этом цветные действия создаются, выполняются в базе данных. Не цветные, те, которые черненьким заполняются, да, записаны, они выполняются в почте, в данном случае в Google диске или электронной почте. Итак, я создаю Google документ, там, у себя в аккаунте Google. Потом создаю запись в базе данных и помещаю в нее ссылку на этот документ, ту самую публичную ссылку с правом комментирования. Затем я ищу предыдущего студента, беру у него ссылку на его документ, захожу в его документ по его ссылке и пишу комментарий с просьбой предоставить мне персональный доступ на редактирование. Затем жду персональной ссылки, а эта персональная ссылка мне придет в почте. Захожу к предыдущему студенту, это уже пятый мой шаг, и выставляю ему оценку. Все, предыдущий студент свою работу в этом задании закончил. Ну, а затем дожидаюсь комментария в своем документе от следующего студента, создаю для него персональную ссылку и дожидаюсь, когда следующий студент выставит мне оценку. Ну, вот и в том и в другом случае, собственно, в любом, да, вмешательство преподавателя нужно, ну, может быть, только тогда, когда следующий студент или предыдущий, например, студент очень долго не оценивает работу студента, да, или не дает ему персональную ссылку. В этом случае его нужно подтолкнуть, хотя, в принципе, подтолкнуть его может и тот студент, который ожидает от него ссылки. То есть, в общем-то, работа преподавателя здесь сводится к минимуму, главное зажечь студентов, чтобы они смогли вот эту самую работу выполнять. Вот, но вот курс этот у меня создавался как учебный, как демонстрационный, к сожалению, вот та самая дистанционная магистратура к тому времени у нас уже закончилась, и опробовать его, кроме как вот на участниках курса ШЕО-1, у меня не получилось. Поэтому, если хотите, вы можете зайти в этот курс, можете в нем поучиться, можете посмотреть, попробовать, поработать вот с этими элементами, можете мне какие-то свои замечания выдать или задать мне вопросы, ради бога, я могу подсказать вам, помочь все, что вы хотите. Так, если здесь больше вопросов нет, следующее задание, вот это задание, если все предыдущие базы данных у меня каким-то образом работали, либо в пробных курсах, да, либо в рабочих, в нормальных реальных курсах, вот это задание я создавала не в Moodle, не в базе данных, для него использовали совершенно другие технологии. Это было лет 10-12 назад, когда я работала еще в школьном университете, мы тогда создавали дистанционные электронные курсы для школьников по всему нашему, по всей нашей родине. Вот, но здесь я вот это самое задание перевела уже в базу данных, это задание для школьников, которые изучают в данном случае программирование на языке Паскаль. Вот на первом занятии они изучили операторы RightLine, научились выводить сообщения на экран, и вот тут вот для них я выдавила задание, да, там я выдавала задание, тогда Moodle я даже вообще не слышала, да, там была своя собственная оболочка. Вот, но вот здесь вот слева вы видите, собственно, как звучит задание для участника, если на занятии в обучающем, да, то есть в уроке, школьники пописали с помощью оператора RightLine и создали вот такую, вот такого вот зайчика, да, с помощью значков. Ну, знакомо всем наверняка вот эти вот способы создания значков, которые получила название «Адский график», да, вот, то в качестве домашнего задания ребенку было предложено нарисовать, придумать и нарисовать своего собственного вот такого вот героя, да. Ну, и вот пример такого выполненного задания я привожу вот здесь. Вот здесь вот в этом, в этой базе данных ученик должен заполнить всего два поля. Название и, собственно, саму программу и то, что получилось, да, вот он, лисенок, который получился, вот она, программа. Вот это, так это выглядит, когда запись добавляет сам участник, да, сам студент, сам ребенок, обучающийся. А когда остальные участники просматривают эту запись, то выглядит она уже вот таким вот образом, да, то есть здесь уже моноширинный шрифт, гораздо проще смотреть. Тут уже этот лисенок виден не вот таким вот сдвинутым, да, а он виден достаточно интересно, именно так, как он выводится. Ну, и сам фон, да, на черном фоне, то есть я здесь попыталась сымитировать среду Паскаль, да, в которой, собственно, дети видят вот этот вот самый результат. То есть вот этот пример, он больше интересен как использование шаблонов, да, то есть оформление вот этого представления, оформление результата. Опять же, посмотреть вы тоже можете, при желании, если у вас есть что там отметить, да, вы можете тоже внести свою запись. Я буду очень благодарна, поскольку, ну, вот времени у меня не было, чтобы побольше записи внести туда, все-таки надо, это же надо придумывать, это надо и вводить на это какое-то время. Так что, пожалуйста, пользуйтесь. Ну, и последний пример из примеров, это пример извне, это расположение плагинов на сайте Moodle.org. Если вы когда-нибудь на этом сайте искали какие-то плагины или, в крайнем случае, темы, в данном случае, это база с темами, да, то наверняка видели вот это вот самое собрание плагинов. Я не могу абсолютно точно, со стопроцентной уверенностью утверждать, что вот это вот собрание создано с помощью базы данных. Но я уверена в этом, в общем-то, ну, на все, на 90%, наверное, да, и если бы я это делала, то я бы сделала это с помощью базы данных. Уж очень это все похоже на базу данных. И я предполагаю, что есть некая группа пользователей, которые являются разработчиками и которые имеют возможность выкладывать сюда свои записи, создавать здесь свои записи. Так, ну и ссылочка в данном случае ведет не на наш сайт, а ведет именно вот на Moodle.org с плагинами. Ну и давайте тот самый опрос. Я очень надеюсь, что все-таки результат какой-то у нас будет, да. Есть ли в системе электронного обучения, которой вы работаете, кроме Moodle, да, то есть Moodle мы знаем, есть ли элемент, который, может быть, и не называется база данных, но который по функционалу очень похож на базу данных. Так, ну и вот тут, конечно, интереснее, наверное, не столько ответы да-нет, да, сколько свой ответ. И, наверное, свой ответ я попрошу вас записать не в поле свой ответ, а в чате, потому что, ну, мне было бы интересно, где еще есть. Вот тут у нас уже шесть вариантов ответов, да. И я очень хотела бы знать, в каком элементе, в какой системе электронного обучения есть вот такой вот элемент и как он называется. Напишите, пожалуйста, название системы и элемента, который похож на базу данных. Тут, конечно, вот этот вот опрос, он предназначен для тех, кто работает, кроме Moodle, еще в чем-то или в Moodle не работает, а в какой-то другой системе работает. Поэтому здесь мы не будем дожидаться всех. Так, вот у нас 19 человек проголосовало, я так предполагаю. Так, ну вот тут вот свободный только в Moodle есть, да, в чате у нас есть. Ага, вот плюс это я вижу. А, база знаний называется. А в каком это, в какой системе? Напишите, пожалуйста, в какой системе, поскольку вот с теми системами, которые вы выше отметили, я не знакома. Я хорошо знакома. Blackboard. Юрий Николаевич, вам это знакомо? Что знакомо, база знаний? Ну, Blackboard это то же самое, что и Moodle, только другой производитель. Да, там есть база данных. Борис Михайлович, база знаний это абстрактное название. А в какой платформе, в каком программной среде? Вы же там какую-то свою самоделку использовали раньше. Ага. Я уже не помню какую. Так, а, ну вот тут, да, вот Борис Михайлович ниже отвечает, что на его сайт, то есть это ваша собственная разработка, у вас есть база данных. Ну, там у него таблицы. Ну, надеюсь. Я помню. Таблицы, а без комментариев и без оценок. Вот те, которые он создал. Ну, нет, ну я же говорю похожий, да, это похожий, собственно, доработать всегда можно, особенно если это своя собственная разработка, то тут и подавно. Можно это работать. Так, ну я, ага, тут у нас свободный ответ еще появился. Так, все, закрываем вопрос. Да, редкий. Спасибо за ответы. Так, ну, собственно, база данных в Moodle, это ведь тоже таблица. Это таблица, у которой есть строки записи и поля. Это столбцы. Так, ну, а теперь, собственно, несколько слов о создании и настройке базы данных. И создать, задам, расскажу я об этом на примере базы данных «Чудеса на карте», которые вот придумала специально для вот этого доклада. Но этот доклад здесь я не первый делаю, да, это как раз вот я тогда в школе электронного обучения в Волготехе его и делала первый. Создала базу данных, которая предназначена, ну, так скажем, рассчитана на школьников, на школьников достаточно младших классов, не старших классов, которые, ну, предположим, изучают сервисы, облачные сервисы. В данном случае изучают карты. Ну, прежде всего, конечно, это настроено, направлено на изучение, на работу с картами Google, хотя можно искать чудеса и на других картах, на тех же самых Яндекс.Картах, или там еще есть Google Street Map, да, то есть, насколько я понимаю, в общем, то же самое. Итак, сначала мы разрабатываем структуру нашей базы данных, да, то есть, те поля, которые будут заполнять студенты, будут заполнять школьники при создании своей собственной записи. Это, собственно, название объекта, да, то есть, то, что характеризует наш объект, интересный элемент, который школьник нашел на карте. Это его описание, это картинка с изображением этого элемента, координаты этого элемента на карте, и необязательным у меня было поле «Ссылка». Так, чуть позже я, да, Валерий Михайлович, отреагирую на ваше сообщение. Не обязательно была ссылка на что-то интересное, на панораму, на какой-то тематический сайт, посвященный этому элементу, вот, может быть, на какое-то большое гигапиксельное фото, вот, кстати, там в примере базы данных есть где-то тоже очень интересное фото, на котором можно достаточно подробно рассмотреть, вот, на, может быть, еще на какие-то интересные моменты, которые хотелось бы показать, показать соучастникам вот этого самого задания. Так, после этого мы создаем элемент базы данных. Когда мы в Moodle создаем любой элемент, сразу открывается окно, страница настройки этого элемента. Настроек у базы данных, у элемента базы данных достаточно много, но вот здесь вот я хочу просто отметить некоторые из них, и по некоторым пробежаться быстренько, а некоторых поговорить чуть-чуть подробнее, да. Прежде всего, раздел записи, да, раздел записи, который определяет, как, собственно, школьники, участники будут работать с этими записями. Ну, вот, первое же, требуется одобрение. Достаточно про... Господи, слово выскочило, да, проблемный, так скажем, спорный элемент. Я в основном здесь ставлю нет. Почему? Потому что если мы здесь поставим «Да», то в этом случае, как только школьник создает свою запись в базе данных и нажимает кнопочку «Сохранить», ни он, ни другие участники эту запись видеть не будут. Не будут они ее видеть до тех пор, пока преподаватель не одобрит эту запись. И если то, что другие участники не видят, это, в принципе, нормально, это хорошо, то, что сам участник не видит свою собственную базу данных, при этом, в общем-то, возникают достаточно большие проблемы. Потому что вот когда я создавала конференцию, да, базу данных для работы с конференцией, которую я рассказывала выше, я тогда изначально сделала ее с одобрением. И у меня посыпались клоны записей. Студент создает свою запись, добавляет, ну, пишет название, да, там, добавляет тезис и сохраняет ее. И тут же, либо через полчаса, может быть, через полдня он соображает, что он что-то хочет туда добавить. Либо у него уже готов текст доклада, либо он хочет что-то изменить. Он идет искать свою запись, а записи нету, потому что преподаватель еще не успел ее одобрить. И он думает, опа, видимо, не добавилась моя запись, и добавляет запись заново. То есть вот это вот самое одобрение вот здесь вот ставьте, да, только тогда, когда действительно вы считаете, что запись нужно одобрять. При этом мой совет вам, да, вот здесь вот в поле максимум записи в этом случае стоит установить единичку. И тогда студент просто не сможет создать новую запись. Если же он имеет возможность создать множество записей, да, то есть вы не хотите ограничивать количество записей, то будьте готовы к тому, что студент будет создавать новые записи. Даже если мы в правилах работы в базе данных, в правилах работы в этом элементе пропишем красным жирным шрифтом, что подождите, пока ваша запись будет оформлена преподавателем, половина как минимум студентов, а то и больше, да, это достаточно мягкая оценка, это не прочтут или не заметят, и будут создавать, клонировать свои записи. Вот, ну, разрешены комментарии по записям, тут не нужны комментарии от меня. Требуются записи для завершения, да, здесь мы указываем, сколько записей минимально должен создать участник для того, чтобы этот элемент считался выполненным. Поскольку база данных – это активный элемент, он может быть отмечен в журнале, да, и чтобы он считался выполненным, или галочкой считался выполненным, мы здесь указываем количество, минимальное количество записей. И вот этот очень интересный вариант и очень интересная настройка. Мы можем здесь указать, сколько записей должен создать участник, чтобы он мог посмотреть записи других пользователей. Это некий бонус, во-первых, да, ну, и это может быть, в общем-то, предохранением от списывания, да, то есть сначала он создает свою запись, а потом уже смотрит, как это выглядит у других. Ну, в этом случае нам нужно, конечно, еще и каким-то образом запретить ему изменять или удалять свою запись, поскольку потом уже он может что-то сделать. Следующий раздел – это раздел RSS, в котором, если мы хотим, чтобы наши записи отслеживались в новостной ленте, то мы должны указать количество записей в новостной ленте, отличное от нуля, да, отличное от пусто. Иначе новостная лента будет отключена, то есть для нашей системы, для нашей базы данных новостную ленту мы не сможем использовать. Так, ну и в разделе оценки вот тут вот оранжевой стрелочкой, все, что изображено в этой презентации оранжевыми стрелочками – это мои пояснения, да, это не то, что есть в Moodle, это не скриншот с Moodle. Вот тут я хочу, чтобы вы обратили внимание, что изначально студент не может оценивать записи ни свои, ни других, но свою, в принципе, он и потом не может, в любом случае не может, да, не может оценивать записи в базе данных, более того, он не видит свои оценки, он не может видеть оценки других пользователей, в общем, есть ограничения на оценку, но это все настраивается именно дальше. Дальше я вот верну, верну вас вот к этому слайду, напомню об этом слайде, да, я не буду к ним возвращаться, поэтому в голове, в памяти отметьте у себя, да, что мы в дальнейшем с вами посмотрим, каким образом настраивать возможность выставления оценок студентами друг к другу. Я вообще очень люблю, когда студенты друг друга оценивают, и очень часто моя оценка, собственно, она наравне с оценками студентов идет, я не считаю, что моя оценка в данном, в большинстве случаев будет более важна, чем оценки, чем оценки других студентов. Так, следующее, на следующий, ну вот как раз в семинаре-то, насколько я понимаю, там оценка, ну да, там можно настроить вот это вот самое. Так, с сервером, Валерий Михайлович с каким, с сервером Moodle или с сервером Mirapolis. Взаимооценка там, да, да, Татьяна Александровна, это я слышала. Вот, ну вот здесь вот основное, о чем я, собственно, несколько слов произнесу, да, это вот она, реализованная структура базы данных, которой я хочу обратить внимание только на один момент. Дело в том, что создавать поля в базе данных мы можем в произвольном порядке, мы можем их уже даже когда некоторые студенты заполнили, некоторые участники заполнили записи, создали записи, мы можем добавлять новые поля, то есть здесь все достаточно, достаточно демократично, но если мы планируем, что поля нашей записи, нашей базы данных будут в дальнейшем отображаться в новостной ленте, то я очень советую, очень рекомендую первым создать то поле, которое вы хотите, чтобы оно отображалось в новостной ленте. С помощью шаблонов, в принципе, мы можем настроить как хотим новостную ленту, но, к сожалению, не во всех версиях это работает. Вот сейчас в версии 3.1 на нашем сайте настройка шаблонов для новостных лент работает, а вот когда я делала это, по-моему, в версии 2.9 или 2.6, вот тут уже не могу вспомнить, там я не могла настроить новостную ленту, то есть там отображалось вот это вот первое поле, которое я создала, и вот и в библиотеке как раз первым полем у меня была фамилия автора, а я бы хотела, чтобы, в общем-то, не фамилия автора, а название пособия отображалось, и вот тогда как раз я не могла это сделать. Сейчас я уже исправила. То есть вот этот совет, он не обязательный, да, но очень желательный. Ну, а дальше вот тут вот это вот эти вот все поля, это настройки полей, которые добавляются в нашу базу данных, это шпаргалка вам, если вы захотите повторить создание этой базы данных, учиться создавать базы данных на примере, вот на этом примере. Вот о чем только я хотела бы отметить, вот о фотографиях мы будем идти разговаривать позже, да, вот у нас здесь указана ширина при просмотре одной записи и ширина при просмотре списком, да, то есть мы можем сразу указывать, какого размера картинки будут при маленьком просмотре и при большом просмотре. И хотела бы обратить ваше внимание вот на это поле широта-долгота, собственно, которое я вот единственный раз использовала это вот здесь, в этой базе данных. Оно мне показалось очень интересным, именно поэтому я вот такой формат чудеса на карте, да, вот такую вот тему этого примера базы данных я и создавала из-за этого поля, потому что в другом месте любой другой пример у меня, ну, не позволял использовать вот это поле. А мне очень хочется его вам рекомендовать, особенно тем, кто работает с детьми, которые вот могут тоже вот такие вот поиски выполнять. Ну, и дальше что у нас получилось? Вот здесь вот мы видим, как выглядит база данных в режиме просмотра списком. Вот очень хорошо видно. Я здесь просматривала вот этот список как автор вот этой записи Колизей, записи про Колизей, и поэтому мне как автору видны три кнопочка. Кнопочка просмотра, кнопка удаления записи и кнопка редактирования записи. Другая запись, вот кто-то другой создавал запись «Казанский Кремль», ну, другой студент под моим руководством, да, вернее, я заходила под другим именем. Для чужой записи я вижу только кнопочку просмотра. Так, ну и вот таким вот образом, да, запися в формате просмотра единичной записи, она выглядит фактически так же, только вместо 200 пикселей размера картинки, вот эта картинка уже большая, шириной 800 пикселей. Все остальное, в принципе, выглядит точно так же. Так, и вот здесь вот вы видите форму добавления новой записи. Ну, то есть вот тут вот студент должен, школьник, да, должен вписать название, должен вот сюда загрузить изображение. Какое изображение? А Бог его знает. Здесь никаким образом ему не поясняется, какое это изображение. Значит, либо преподаватель должен где-то заранее объяснить, что он, собственно, должен подготовить для создания этой записи, ну, либо ученик сам догадывается, да. Ну, альтернативный текст. Нам понятно, что это такое, да, это та самая подсказочка, которая будет возникать при наведении указателя на эту картинку. Опять же, мы это знаем, школьник это вполне может не знать. Координаты, широта, долгота. И вот тут сразу возникает вопрос. Скорее всего, если вы с этим не работали, а где я возьму эту широту и долготу? Ну, ладно, на карте я найду, но мне же хотелось бы поточнее эту широту и долготу отметить. Где я возьму? И у школьника, скорее всего, вопрос такой тоже возникнет. Дальше ссылка. Что за ссылка? А Бог и узнает, что за ссылка. Ну, и, наконец, вот это вот поле, тут вообще непонятно, что оно собой представляет и что в это поле нужно вносить. Почему я сейчас ругаю вот эту вот форму? А потому что хочется мне гораздо большего. Мне вот тут вот на этом слайде, да, я высказываю свои хотелки. А как бы мне хотелось, чтобы выглядела наша база данных? Во-первых, список, который у нас идет в записи списком, я хочу сделать более компактным. Если меня заинтересует какой-то элемент, какой-то объект, то я тогда зайду и посмотрю уже более подробно. Зато у меня будет больше возможностей охватить за раз большее количество записей. Вот, дальше название, вот это самое Казанский Кремль, да, или Колизей, сделать покрупнее, да. Более того, вот эти самые кнопочки малюсенькие, большинству участников они сразу не видны. И они думают, господи, а как же посмотреть-то подробнее вот эту вот запись? Если же я вот это крупное название Казанский Кремль сделаю еще и ссылкой на саму запись, то это будет гораздо удобнее для всех, кто просматривает, и для тех, кто редактирует свою запись. Ну и дальше вот тут вот я не буду все перечислять, да. Вот они все те хотелки, которые могут возникнуть у вас, и которые возникли у меня, когда я создавала эту базу данных. Каким образом можно реализовать эти хотелки, и точнее с помощью чего можно реализовать эти хотелки, вот как раз я и рассказываю на следующих слайдах. А сделать это можно с помощью шаблонов. С помощью шаблонов. Вот там, где у нас есть, вот здесь я, к сожалению, не могу это показать, да, то есть когда вы находитесь в режиме просмотра базы данных, у вас там идут просмотр в виде списка, просмотр одиночной записи, форма поиска, да, расширенный поиск, добавить запись, и дальше там есть кнопочка шаблоны. Если на нее вы нажмете, то вы попадете в окно, точнее в поле создания, так прошу, ага, хватило, поле создания шаблонов, где у нас есть несколько вариаций различных шаблонов, вот их тут достаточно много, но мы чаще всего используем три из этих шаблонов. Это шаблон списка, шаблон одиночной записи и шаблон добавления. Остальные шаблоны, ну, шаблон RSS, понятно, да, то есть в шаблоне RSS как раз настраивается, как будет выглядеть новостная лента. В шаблоне CSS это, собственно, не столько шаблон, сколько просто поле, куда мы можем записать наши стилевые определения, стилевые правила, да, то есть ту самую таблицу стилей CSS, которая будет использовать, которую мы смело потом можем использовать вот в тех шаблонах, о которых я говорю. Ну, кто CSS работал, для вас это уже знакомо, кто CSS не работал, несколько примеров будет дальше, ну, и опять же, если возникнут вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Итак, вот здесь вот мы видим сейчас шаблон списка, вот она выделена, вкладочка. Шаблон, собственно, состоит из верхней части и в нижней части находятся колон-титулы, вот он верхний колон-титул, который будет один в начале страницы, да, перед списком, нижний колон-титул один в конце страницы, и в середине шаблон, который задает, как будет выглядеть запись в формате списка, отображение списка. Вот то, что мы только что с вами видели. Я чуть-чуть на секунду вернусь на предыдущий, на предыдущий слайд. Вот он, формат отображения списка, да, и именно вот таким вот образом он задается, задается его шаблон. Это, как видите вы, таблица, вот оно, таблица с невидимыми границами, у которой слева написаны названия наших полей, а справа в двойных квадратных скобочках, собственно, выводятся, это фильтром затем выводятся, собственно, сами поля. Да, если название это текстовое поле, то текстовое поле сюда и будет выводиться. Если ссылка, да, это гиперссылка, то сюда здесь будет выведена гиперссылка. Ну, изображение это картинка и так далее. Ну, и кроме этого, здесь есть еще некоторые кнопочки, вот они выше и ниже расположены, кнопочки, или особые поля изображаются с помощью двойных решеток слева и справа, и каждая кнопочка обозначает что-то, да, но вот этот вот самый дел-чек, да, это, господи, окошечко, куда мы можем галочку поставить на удаление записи, да, господи, это не радиокнопка, а чекбокс, вот, выскочила. Вот, дальше, вот здесь вот снизу есть кнопочки edit, mo, delete и так далее, да, то есть кнопки, те самые маленькие кнопочки с лупой, с шестеренкой и так далее, которые, которые, в общем-то, дают возможность работать с этими записями. Так вот, а, ну и слева у нас есть вот те самые доступные теги, теги, это поля, это действия и это кнопочки, да, то есть некоторые элементы, которые мы можем сюда вставлять. Если вы будете настраивать шаблон, то вы можете совершенно смело все из этого поля удалить и сформировать свой шаблон полностью. Вот как раз, когда я говорила, когда я создавала библиотеку, я была еще очень-очень робко, я боялась, удалив эту таблицу, что-то испортить, поэтому я аккуратненько в эту таблицу все заносила. Не надо. Если вы хотите, чтобы кардинально изменить вид вашей базы данных, то смело можете удалить. Если вдруг вы что-то не то сделали или хотите вернуть это к старому виду, у вас есть вот здесь вот кнопка сбросить шаблон, и вы опять увидите шаблон в его первоначальном виде. То есть не бойтесь. Вот. Ну и вот как это было, да, вот у меня здесь в штампе как было, и как стало, как я преобразовала шаблон списка нашей, своей базы данных. Прежде всего сверху я выдала подсказочку для школьников, да, для просмотра. Щелкните по названию картинки или кнопки вот этой вот, кнопочки с лупой, да, и для редактирования своей записи щелкните по кнопке с шестеренкой. Это подсказочка, которая сверху отображается, а не в каждой записи. Ну и вот здесь что? Я оставила вот этот вот чекбокс. Дальше я вместо вот этой вот таблицы с множеством строчек создала одну таблицу с двумя колонками, с двумя ячейками слева и справа. В левую поместила изображение, в правую поместила название, которое сделала заголовком. Тут даже не раскрасила, это, собственно, у меня стиль был такой, да. Вот сюда же обратите внимание, если плохо видно, я произнесу, да. Здесь в двойной решетке, да, решетка, решетка, затем написано юзер, то есть пользователь, который добавляет эту запись. При отображении этой записи в формате списка на этом месте будет автоматически появляться имя и даже ссылка на профиль пользователя. Ну, затем вот сюда я еще поместила координаты и время добавления этой записи. Это тоже time added, да, то есть время добавления. Вот они здесь все эти по-русски написаны, поэтому проблем даже у тех, кто не знает английский, оно никогда не возникнет. Ну, и оставила кнопочки, можно кнопки тоже убирать. Я очень часто кнопочку удаления убираю, если не хочу, чтобы участник удалял свою запись. Ну, редактировать ее можно, зачем ее удалять, да. Ну, что там еще? Ну, вот опров, это, по-моему, одобрение и неодобрение записи. Это я тоже удаляю, поскольку вот если я не использую одобрение, то, в общем-то, она, возможно, и не нужна, хотя, если вы ее не удалите, не страшно, эти кнопки будут отображаться только у преподавателя, да. У студентов кнопки управления вот эти вот отображаться не будут. У них только те, которые им разрешены. Разрешены редактирование, просмотр и удаление, если вы ее не отключили. Так, вот здесь вот небольшая подсказочка, как название или как вообще любой текст сделать ссылкой на запись. Дело в том, что ссылка на запись у нас задается с помощью шаблона, вот он есть, адрес записи, mo.url, да, то есть что я здесь делаю? Я выделяю то, что хочу сделать ссылкой, в данном случае поле названия, вместе с квадратными скобочками. Нажимаю кнопку «Добавить в гиперссылку» и в поле «Адрес ссылки» я вставляю вот этот самый mo.url. И после этого у меня вот это название становится ссылкой на запись. Так, это подсказочка. Ну вот, таким вот образом у меня выглядит теперь список, вот у меня сверху подсказочка для школьников, да, затем картинка небольшая, вот эта вот самая ссылочка, она теперь стала красной бордовой, да, это ссылки на нашем сайте. Вот кто добавил эту запись, да, вот видны авторы записи, вот здесь же видно, видны координаты. При этом, вот то, что я об этом хотела, об этом поле рассказать, да, оно очень интересное. Вот тут мы можем выбрать либо в Google Maps, либо в Google Strip Map, да, мы будем просматривать вот эту вот точку, найдем. Любой просматривающий может нажать кнопку «Применить», и тут же, к сожалению, в этом же окне, у меня не получилось вызвать это в соседнем окне, в этом же окне открывается, это место на карте, открывается карта Google, и прямо с этим местом. Очень интересно, очень удобно. Ну и дальше время добавления. Ну и если вы работаете в редакторе HTML-кода, да, я вот тут вот для того, чтобы вы могли свериться, если вдруг что-то не получается, выдала шаблон списка в HTML-виде. Так, вот что я тут… А, собственно, больше тут ничего и не хотелось сказать. Шаблон в HTML-виде. Можно поярче сделать. Ну вот, собственно, что задает список. Точно так же мы можем настраивать шаблон одиночной записи. Вот в данном случае я сделала большую картинку, выровняв ее слева, да, а справа поместила все, что про эту картинку есть. И описание, и интересную ссылку, и опять же, координаты. Здесь же у нас время добавления изменения, то есть более подробно. Ну и вот у вас шаблон в визуальном виде, да, и вот он шаблон в редакторе HTML-кода. Работать можно и в HTML-коде, и в шаблоне в визуальном редакторе. Пожалуйста, если вы с HTML-кодом… Вот когда Юрий Николаевич говорил о программировании, я хотела поправить, потом забыла, да, речь не идет о программировании, потому что HTML-код или CSS-коды, да, это не программирование, это разметка, это язык разметки, с которым работать гораздо проще, чем, ну, с настоящим языком программирования. Поэтому не пугайтесь, опять же, если появляются вопросы, ради бога, их задавайте. Так. Ну и самые большие изменения у меня претерпел шаблон добавления, недаром я его так сильно ругала, да. То есть вот тут вот я буквально вот один, два, три, да, то есть школьнику поясняю. Сначала ему нужно задать название объекта, вот здесь вот. Затем он может сюда поместить изображение и даже пояснение. Оптимальная ширина 800 пикселей, потому что больше 800 пикселей оно в принципе не будет отображаться. Какой смысл тогда задавать его другой ширины, больше, ну, или меньше. Дальше, альтернативный текст, ну, больше, более понятное пояснение, хотя, возможно, здесь можно было и подробнее объяснить, да, пояснить школьнику, что такое альтернативный текст. Описание объекта тоже понятно, координаты на карте. И вот тут вот я даже даю подсказочку внизу, как найти координаты конкретного объекта, конкретной точки на карте, с очень высокой точностью. Вот здесь она подсказочка, как на карте Google узнать координаты объекта. Щелкаем в открывшемся окошечке маленьком, щелкаем по координатам, и вот в строке запроса у нас появляются координаты, которые можно скопировать и вставить в нужные нам поля, в поле широта и в поле долгота. Вот, ну, и интересная ссылка, тут тоже пояснение, да. Ну, вот, собственно, вот таким вот образом, эту самую форму добавления будет видеть школьник, согласитесь, теперь ему гораздо проще будет заполнить ту запись, которую он будет создавать. Так, ну, а здесь опять же эта шпаргалка, да, как шаблон добавления выглядит в визуальном режиме в добавлении, ну, и в режиме HTML я здесь просто не стала создавать. Ну, и вот здесь я хочу показать еще шаблон CSS, да, когда используется CSS, и для тех, кто CSS знает, и для тех, кто с ним не знаком или знает его совсем немножечко, да, как оформлялось вот это. Для этого в разделе шаблон CSS я просто прописала соответствующие селекторы, да. Вот у нас для блока с классом код, для абзацев в этом блоке я задаю фонд фэмили, да, то есть гарнитуру Courier New, то есть это тот самый моноширинный шрифт, который мы обычно используем как раз для вывода кодингов, для вывода листингов программ. Ну, и высоту строки 15 пикселей, да, чтобы они были поближе друг к другу, не очень высоко друг от друга. Собственно, это в основном для вот этого лисенка было, чтобы он сильно не растягивался в высоту. Ну, как, например, вот здесь вот, да. Так, затем, собственно, для код я указала рамочку скругленную, да, вот эту вот вокруг серенькую рамочку, черный фон и цвет шрифта. Ну, вот, собственно, этот шаблон. Каким образом, собственно, база данных знает, что этот шаблон нужно применить? Вот тут я для элемента div указала класс код, да, и для всех абзацев внутри этого класса P, ну, там, где они внутри встретятся, да, здесь абзацев нету, у меня будут применяться вот этот самый шрифт и эта высота строки. Собственно, вот таким образом используется шаблон CSS. И я еще раз повторю, да, что для словарика, для тематического словарика вот такой шаблон, он гораздо больше, гораздо обширнее, он достаточно большой. Он есть по той ссылочке, которая там есть у вас со знаком вопросика, да, то есть вы можете его посмотреть, пожалуйста, можете использовать. Я не обижусь, надеюсь, Татьяна Александровна тоже. Так, ну, а теперь несколько слов о глобальных настройках. Я назвала их глобальных, поскольку в этом случае нам, как минимум один раз хотя бы понадобится помощь администратора, который в некоторых случаях должен включить некоторые настройки. Ну, вот для взаимооценивания помощь администратора не нужна, да. Я опять вас возвращаю к тому слайду, в котором я отмечала стрелочкой, что студент изначально не имеет возможности оценивать записи базы данных и видеть свои и чужие оценки. И вот здесь вот я рассказываю, каким образом можно переопределить. Когда мы находимся внутри базы данных, в блоке управления базы данных мы выбираем пункт «Права». Вот он, «Права», да, при этом открывается достаточно длинная страница. Мы находим элемент курса базы данных, и вот этими зелеными галочками, это тоже мое творчество, да, это не то, что у меня скопировано из модул, я отметила те права, которые наиболее интересны, которые иногда стоит включать. Ну, и оранжевые стрелочки – это тоже мои подсказочки, куда смотреть, да. Ну, и вот первое, да, оценивать записи. Если мы хотим, чтобы студенты могли оценивать записи друг друга, в этом случае вот тут я и рассказываю, да, вот тут вот я нажимаю на кнопочку «Плюсик», да, то есть «Добавить право», «Дать право» очередному пользователю. Затем в открывшемся окошке я выбираю роль, которой я хочу дать право оценивать записи, вот нажимаю кнопку «Дать право», и у меня вот в этом ряду уже появляется студент, которому я дала право оценивать записи. Точно так же я могу дать право видеть промежуточные оценки, видеть, так, что тут у меня, видеть итоговые оценки любого пользователя, видеть свою итоговую оценку. Я не говорю о том, что всегда нужно эти права настраивать, да, каждый раз это зависит от тех целей, которые вы ставите перед этим элементом, перед тем заданием, которое мы оформляем с помощью этого элемента. Ну, собственно, я не думаю, что это особо сложность вызывает, да, главное знать, что это никаких осложнений у нас не принесет, потому что мы студентам даем право всего лишь оценивать записи друг друга, если нам это нужно. Следующий – это автосвязывание. Следующая возможность – автосвязывание. Вот когда как раз в том самом школе электронного обучения мы обсуждали возможность использования базы данных, то поступила, в общем-то, ну, небольшая коррекция вот этого, этих возможностей, да, потому что у глоссария, который в данном, в том курсе использовался, и который я хотела, призывала заменить на базу данных, да, предлагала заменить на базу данных, у глоссарии есть очень удобная возможность, когда в тексте появляющиеся термины превращаются в ссылки, и мы можем, щелкнув по этой ссылке, увидеть объяснение этого термина, да, то есть это то, что называется автосвязыванием. Вот, но когда я серьезно взялась за базу данных, обнаружила, что в базе данных тоже можно создавать, можно использовать автосвязывание. Автосвязывание – это только поле типа текстовое поле, да, то есть это короткий текст, это не большой текст, да, а короткий текст, и для него мы можем разрешить автосвязывание. Вот когда я описывала формат нашей, структуру нашей базы данных, я тогда как раз стрелочкой показала, что у поля названия у нас разрешено автосвязывание. Поэтому если вдруг где-то в тексте встретится, например, колизей, то этот колизей у нас превратится в ссылку, и ребенок сможет посмотреть, что это такое, да, потому что в базе данных этот объект есть. Вот, ну и как включить автосвязывание? Вот тут нам сначала нужно разрешение администратора, да, вот администратор по этой дорожке должен для модуля базы данных включить автосвязывание. Вот здесь вот в этом списке есть три варианта – выключен, включен и выключен, но доступен. Мне очень нравится вот этот вариант – выключен, но доступен. Он дает возможность потом преподавателю в любой его базе данных либо включать этот фильтр, либо его выключать. То есть преподавателю он доступен, и для каждой базы данных он настраивает возможность, это возможность автосвязывания. Где-то это надо, где-то это не нужно. И после того, как администратор один раз это сделал на уровне всего сайта, преподаватель в любой базе данных, опять же, в режиме управления базой данных, да, то есть зайдя в базу данных, в блоке управления базой данных, в разделе фильтры он может включить автосвязывание для именно этой конкретной базы данных. Следующая настройка, вот эта настройка достаточно объемная, она у меня на две странички, на два слайда растянулась, да, это настройка новостных лент, как раз то, что дает нам возможность видеть новые базы данных. Вот тут вот, если вы в курсе, сейчас зашли, находитесь, да, видите курс эксперименты, то, скорее всего, слева вы вот эту вот, на главной странице курса видите вот эту самую новостную ленту. Вот в данном случае последняя была добавлена, антарктическая станция Беллинсгаузен. Вот так она выглядит, и здесь сначала, опять же, все, что начинается со слова администрирование, это нужно один раз попросить сделать администратора, если у вас это не сделано. Если все, что дальше у вас будет работать, значит, это уже сделано, да. Итак, сначала администратор должен включить новостные ленты, в принципе, на всем сайте разрешить их, затем он должен разрешить новостные ленты для базы данных, и затем уже, опять же, в управлении базы данных, в настройках вы указываете количество записей в РСС-ленте. Это то, что мы делали при определении, при создании нашей базы данных. Да, да, да. Ну, собственно, поэтому я вот так вот, это я Татьяне Александровне отвечаю, да, и Наталье Анатольевне. Ну, можете пересматривать запись, и, в общем-то, я попыталась как можно более подробно сделать все вот это вот, все записи в презентации. Так, ну и дальше, какие, вот это вот все, что я перед этим вам показала, да, это делается вот так вот один раз администратором, так, где у нас, вот один раз делается администратором, и при создании базы данных это делается, а затем эти новостную ленту вы должны настроить, должны настроить и включить в отдельном блоке. Ну, и как это делается? Опять же, в управлении базы данных у вас есть ссылка РСС-лента для этого элемента курса. Вот эту ссылочку не надо щелкать, вам просто нужно ее скопировать в буфер обмена, да, то есть вы в блоке щелкаете по ней правой кнопкой мышки и выбираете копировать ссылку. Ну, либо открываете и копируете ссылку, а потом возвращаете обратно, возвращаетесь обратно. Если вы по ней щелкнуете, у вас откроется XML-файлик, да, не пугайтесь, он, это много-много текста, да, то есть ничего страшного в нем нет, просто вернитесь назад, это все так и должно быть. Итак, эту ссылку мы копируем в буфер обмена для того, чтобы потом вставить ее вот в это поле. А как получается это поле, как нам на него добраться? На главную страницу курса вы добавляете в режиме редактирования, добавляете блок внешние РСС-ленты. Внешние РСС-ленты, да, открываете настройки этого блока, и в настройках этого блока, вот он тут достаточно длинный, эти настройки, да, вот они вот здесь вот у меня показаны, и чуть-чуть ниже есть ссылочка «Добавить, редактировать ленты». После того, как вы на эту ссылочку нажимаете, у вас открывается вот это окно, куда вы вставляете адрес из буфера обмена, и если хотите, задаете другое название. По умолчанию это будут все те же чудеса на карте. Если вы хотите, чтобы это название было другое, ну, значит, вы его сюда записываете. Название в блоке этой новостной ленты. Так, ну, и после этого, как вы здесь нажали «Добавить новостную ленту», вы обратно вернетесь вот в это окно настроек, вам всего лишь вот в этом списке, но он у вас будет один, если вы первый раз его добавляете, у меня здесь уже их несколько, да, вы выбираете эту самую, эту новостную ленту «Чудеса на карте», ну, и все, после этого я опять возвращаюсь чуть-чуть назад, у вас на странице появится вот она новостная лента с теми записями, которые вы уже создали, ну, либо без записи, если вы еще ни одной записи в этой базе данных не создали. И вот если у нас указано 5 записей, да, то здесь будет отображаться 5 записей, если появится 6, то, соответственно, первая запись уже уйдет, то есть будут видны последние 5 записей. Хотите больше – указывайте больше. Хотите меньше – значит указывайте меньше. Так, ну и последний опрос. Мне вот теперь уже очень интересно. Какие варианты вам оказались, показались интересными, полезными, какие вы захотели бы использовать? Здесь вы можете выбирать несколько. И здесь же вы можете задать свой ответ. Ну, опять же, я свой ответ призываю вас и в чате написать, да, то есть можно в чате, можно здесь, тогда я прокомментирую, прочитаю. Как это будет выглядеть. Так, ну, а для тех, кто не видит опрос, я произношу, я напоминаю те примеры, которые я произносила. Это библиотека, конференция, практика, оформление практики, да, словарик, задание-цепочка, решение творческих задач. Это вот то, что на примере задачки на программирование, но вы понимаете, что тут могут быть и не только по программированию задачки. Задание на поиск информации – это вот наш последний пример. Ну, и если у вас есть какие-то, если есть какие-то свои варианты, да, если вы используете базу данных, то, пожалуйста, вносите их либо в свой ответ, либо прямо в чате, потому что очень интересно было бы и примеры другие. Вот тут у нас уже есть свой ответ. Ага, вот у нас Юрий Николаевич, насколько я понимаю, да, предлагает склад добра и зла, полезных и бесполезных вещей, базы знаний. Базы знаний. Так, ну вот сейчас я вижу 33 ответа, 33 участника, да, ответивших, которые мужественно добрались до, дослушали меня до конца, я знаю, что я увлекаюсь. Когда у меня было ограничение в 15 минут, я рассказывала, но тогда я только о примерах рассказывала на живой конференции. Меня слушали в течение 40 минут, потом все-таки мне намекнули, давайте-ка в это время, и мне пришлось свернуться, и вот эту вторую половинку. Я тогда быстро, очень быстро говорила, но все-таки не получилось. Я увлекающийся человек. Так, ну спасибо за реакцию. Спасибо за реакцию. Я очень рада, что вас привлекли, собственно, все примеры, понравились все примеры. Так, 40. Закрываю опрос, вы, в общем-то, уже тоже результат видите. Так, ну, собственно, уважаемые коллеги, большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, то, пожалуйста, я их жду. На вкладке «Вопросы» я вопросов не вижу, теперь уже есть возможность вопросы прямо здесь задавать. Так, здесь есть мой адрес, можете писать. Меня слышно? Так, а звук это что-то? А, я микрофон звук. Сейчас слышно, да. Уважаемые коллеги, я пользуюсь наличием микрофона, хочу озвучить свои вопросы, прежде чем мы передадим заключительное слово от Людмилы Анатольевны. Я бы, наверное, спросил так, вы согласны, Людмила Анатольевна, что базы данных – это не технология, это искусство, где на первом месте стоит задача творческая – придумать какую-то игру, какую-то последовательность увлекательных действий, под которые мы эту технологию применяем. Это вот такой вопрос, первое у меня ощущение. Это искусство педагогическое. Ну, я думаю, что этот вопрос стоит задать и не только мне. Нет, я согласна, хотя это, конечно, звучит ненаучно, да, искусство, но это красиво, это я согласна, действительно. Главное здесь – это придумать красивый сценарий, придумать красивый фильм. Вы не поверите, мы проводили 8-го числа вебинар по сотворчеству. Кремер Евгений Захарович выступал. Он излагал методические, педагогические подходы и так далее, и всех убедил, самое сложное – это не теория или не методика. Это придумать творческую заданию для учеников даже из простых средств. И он это убедительно показал, и я вот его вспоминаю сейчас. Дальше. Я хочу, коллеги, отметить, у нас растёт число экспертов. Вот здесь присутствует Кузнецова Наталья Андреевна. Я её очень хорошо и тоже давно знаю и люблю. Шилина Татьяна Александровна. Приходят не только новички, но и те, которые прямо тут же в ходе вебинара обмениваются опытом. Это здорово. И такие моменты я хочу. Библиотека. Вот тут присутствуют сотрудники библиотек. Уважаемые коллеги, обратите внимание. У вас есть каталоги, у вас есть различные сведения. Вот пример практически. Нужно создавать библиотеки или каталоги. Но системы поиска какой-то нужной информации. Следующее. По конференциям. Это всех касается. Мне очень понравилось. Я этот видел пример за рубежом частенько. В Украине тоже применяют Moodle. И базы данных публикаций очень похожи с этим. По конференциям. Далее. По кнопочке Approve. Подтвердить запись. На самом деле она очень важна. У меня был пример, когда мы базу данных применяли в качестве биржи вакансий. Каждый желающий может подавать запись, ищу работу или предлагаю работу. Но, поскольку там неконтролируемый список участников, кто угодно может зайти. Вот там эта кнопочка Approve. Обязательно важна. То есть администратор смотрит этой базы. Если там какие-то экстремистские высказывания или пропаганда, или реклама чего-то нехорошего, то он не одобряет. То есть здесь можно вот так вот делить. По языку разметки... Ну, один процентик я на эту кнопочку оставила. По языку разметки, вот я его не использовал никогда. Я не программист, и я не разметчик. Но я знаю, что вот Людмила Анатольевна меня выручала несколько раз. Я к ней обращался, и она мне любезно помогала. Вот эти люди очень редкие. Их надо находить, с ними дружить. Скорее всего, им надо платить. Вот они могут сделать многие вещи. Например, для меня интересно высчитывать сумму внизу по каким-то числовым полям в базе данных. И я не знаю, как это сделать. Хотя, видел, у других это делается. Наверное, это язык разметки должен быть. Могу еще добавить... Нет, сумма это скорее всего уже... Я не знаю, я не программист. Я эксплуататор систем. Я знаю, как их применять. Но дальше я могу только обращаться за помощью к таким, как Людмиле Анатольевне. Могу сказать, появилось поле теги в базе данных, которое позволяет создавать из записи облака тегов разного размера, которое вот мне понравилось. Эта новинка появилась совсем недавно. Дальше был вопрос... Да, то есть он в блоке покажет измененные размеры слов в зависимости от частоты их записи в базе. Так и называется поле тег. Далее был вопрос про сертификат. Уважаемые коллеги, сертификат этого мастер-класса, удивительного мастер-класса стоимостью 200 рублей. Вы получите ссылку после нашего вебинара вместе с видеозаписью этого вебинара. Также вы получите ссылку на платное консультирование. Вы видите какой-то тяжелый труд. Вы бесплатно в течение двух часов получили мастер-класс. Но Людмила Анатольевна, хоть и добрейший души человек, не сможет уделять бесконечно долгое время, не бросив свою работу. Поэтому консультирование там тоже вам будет предложено. Далее. Я писал там про склад добра и зла. Мы готовим вот сейчас тоже с одним экспертом и не с одним такую базу. Я приглашаю к ее со разработки. Это не только база данных в Moodle, но собирает со всего мира находки с экспертной оценкой, с оценкой их трудоемкости. Еще там разные интересные показатели. Платность, бесплатность. Я приглашаю всех, кто имеет такие же свои наработки, включиться, сделать такую базу знаний или библиотеку решений не только в Moodle. Допустим, там и Poplet, и Storyline, и другие какие-то инструменты. Они там группируются по рубрикам, допустим, графические инструменты, инструменты, связанные с математикой, чисто по математике, как Геогебра, например. Приглашаю вас тоже подключиться, включая Людмилу Анатольевну. Хочу обратить внимание на полезные свойства. Тут, наверное, прозвучало, они все, может, заметили. Автосвязывание – это очень хороший инструмент для создания интерактивных подсказок в контексте контента по любым предметам. Ученик читает лекцию, читает текст, а там ключевые слова введены и из базы, а не только из гласария. Ну и в заключение, думаю, надо вот этот мастер-класс превратить в видеопособие, раздробить его по кусочкам. Это я займусь, чтобы там можно было... Вот забыл вот этот момент автосвязывания. Раз, и в этом двухчасовом вебинаре найти именно про автосвязывание. Вот такое оглавление я хочу сделать. Вопросы не поступают. То есть мы можем сказать, что или все понятно, вот все, что прослышали, или ничего не понятно. Я думаю, что всем понятно, насколько это ценно. Хотя вы сейчас выскажите свое мнение. Я думаю, всем понятно, что это не просто. Это не форум, где раз дал название, дал какие-то права на оценивание, там еще есть интересные моменты. База данных это выше среднего. Это, скорее всего, даже высшей сложности и трудоемкости для учителя. И вот тут, прежде чем браться за нее, я думаю, надо обратиться к консультанту, к эксперту. Потратить время, бросить семью, бросить какие-то другие задачи, например, написание рабочей программы, дисциплины, за которую... Очень строго спрашивают, да. И вот сидеть и базой данных заниматься, часами, а то и днями, налаживать, выстраивать. Это не рационально. Вот тут нужен совет опытного мастера, такая как Людмила Анатольевна, и попросить у нее помощи. Потому что я знаю, многие сидят, тратят время, а для чего на выходе, какой результат, неизвестный. Вот я, например, вижу так. Есть эта конференция, Людмила Анатольевна получает рабочее задание, такое, как она, подготовить базу данных по конференции. А другие эксплуатируют и просто знают. Поручать новичку рискованно. Он убьет много времени, он что-то не доделает, и результата не будет. Нужны хорошие консультанты, вот это моя точка зрения. Лучше с ними проконсультироваться, потом давать. Но зато я соглашусь, что эффект в ходе многократного использования просто колоссальный. Просто колоссальный. Вот один хороший консультант потом окупает работу многих людей. Целой организации, например, по созданию той же библиотеки или программ сборника трудов конференции. Кстати, по конференции я бы не стал бы разрешать всем подряд без approve, без одобрения публиковать труды. Есть редакционная коллегия, есть члены оргкомитета. Они решили, и вот только после этого публикация попадает в официальный сборник. Вот тут кнопочка approve носит ключевой характер, секретарь конференции одобряет, что публикация принята. Сборник статей конференции в ВУЗе. Я заканчиваю, вот я заканчиваю, я очень внимательно слушаю, мне понравилось абсолютно все. Я заканчиваю, хочу, чтобы коллеги, может быть, дополнили свои мысли, предложения. И передаю заключительное, не прощальное, а заключительное слово Людмиле Анатольевне. Ну, я сразу, пока у меня свяжу это в голове, да, вот в данном случае конференция рассматривалась как заявки, да, то есть мы можем принять, можем не принять, но тем не менее студент мог выложить свой доклад. Знаете, в общем-то, по моему опыту студенты чаще не выкладывают, чем выкладывают, да, то есть от них еще и вытащить это иногда нужно у некоторых студентов, поэтому мы рады, что они у нас выкладывали эти доклады. Вот, и по поводу презентации, вот на вашем сайте, я сейчас, к сожалению, его быстро, здесь у меня ссылочки нету, не найду, да, то есть вот на вашем сайте, название не скажу, да, там, ну, где я в базу полезных знаний выложила вот эту презентацию, да, там есть эта презентация, там есть ссылка на презентацию с комментариями, да, то есть вот можно ее каким-то образом, я сейчас опять же эту ссылку быстро найти не смогу, вот, но там презентация в Google, и внизу можно включить комментарии, я постаралась максимально откомментировать каждый слайд, то есть вместо того, чтобы включать запись и в медленном исполнении все это исполнять, вы можете посмотреть и комментарии. Речь идет о сайте profido.org. Хорошо, я эту ссылочку тоже вот помечу, включу в рассылку. Не уходите, Людмила Анатольевна, я забыл еще важную вещь сказать. Включение, уведомление на почту, события о размещении студента, новой записи, резко увеличивает возможности управления. Это раз. Вот он разместил, преподаватель узнал. Преподаватель одобрил, студент узнал. А ему еще написано красным. Вы получите одобрение на почту. Ну, пояснение. И второй момент, чисто управленческий. Чисто управленческий. Так, только что хотел сказать, вылетело по управлению базами. Эпруф. Ну, там был еще термин, что общего с таблицей. Да, база данных это плоская таблица. Да, к ней привязаны поля и списков, чекбоксов и так далее. Но там есть сортировки, группировки, фильтры, поиски. Я очень люблю фильтры задавать в виде конкретных наборов фильтров. Вот это очень хорошо. Да, вопросы будут. Один все-таки момент я забыл. Забыл сказать. Ну, вот Эпруф одобрения с уведомлением на почту, это хорошо. Это просто меняет в базе данных, все управление ставит на место. Не ждет, ученик, пока ему вот сидит и смотрит в базу. Есть оценка или нет? Одобрено, не одобрено. А преподавателю, когда удобно он одобрил, даже комментарий написал кто-то, студент узнает на почту моментально. Буду это может. Это нестандартное дополнение, оно есть. Вот, пожалуй, все. Супер мастер-класс, просто супер. Людмила Анатольевна, вот я получил большое духовное, эстетическое, техническое, педагогическое, человеческое наслаждение от того, что вы нам сегодня подарили. Я прошу у вас подвести итоги на прощание. Заключение. Ну, я тогда еще чуть-чуть дополню по поводу вот этого самого блока, о котором только что Юрий Николаевич сказал. Чем он еще мне показался особо ценным? Каждый студент настраивает его под себя. То есть там для каждого есть возможность настроить, что конкретно он будет получать. И если вы разрешите смс-уведомления отправлять, если они, в принципе, там возможны, то он будет получать. И он будет указывать, какие именно события он захочет озвучить себе в смске или на почту. Вот. Ну, в общем-то, спасибо большое. Так. Я уже убрал. Отчего? Ага. Ну, есть вопросов, нет. А, это ссылка, это ссылка не на PDF-версию, а на гугловскую версию презентации. Ну, в принципе, она у вас есть и в ресурсах, вы можете скачать ее вместе с этой ссылкой. Ну, и теперь уже ее нету. Так, давайте я, чтобы вам легче было. Вот, я еще раз. Буфер обмена – великое дело, да? Это тоже ссылка на презентацию в PDF-формате. И, дорогие коллеги, цена платной консультации, я понял вас, ну, там будет измеряться в часах, в человека часах. Один час. Ну, для Татьяны Александровны, как обладателю почетного звания, у вас есть почетное звание автора за ваш онлайн-курс, вам будет хорошая скидка. Я помню, Валерий Михайлович, я почту смотрю. Ну, у нас работа эксперта... Так, письмо не вижу, Валерий Михайлович, не вижу. У нас стоимость одного часа эксперта в нашей компании стоит 2000 рублей. Это или один час работы по скайпу, или письменные консультации в размере где-то пяти печатных листов. Если это письменные консультации, вопрос-ответ, может, там вопрос будет на пять минут, как мне сделать поле с плашками, я не помню. Ну, это за две-три минуты можно по скайпу показать. И вот этот час набирается по кусочкам в 2000. Не пришло пока, Валерий Михайлович. Но, извините, работа хорошего консультанта, она того стоит. Или сидеть, тратить время методом тыка читать мануалы, смотреть видеозапись, искать там что. А другое дело, человек с колоссальным опытом расскажет, покажет. Я, например, еще и записываю, то есть я показываю по скайпу, а тут же записываю в ролик, чтобы остался след от моей консультации. Спасибо за ваши вопросы. Наверное, я выключаю запись, а потом побуду еще здесь несколько минут после завершения записи. Можете ответить на неформальные вопросы. Всего доброго, Людмила Анатольевна, вы супервумен. Вы меня поразили. Возможно, и других тоже. Да, всего доброго. Спасибо. Да, и, кстати, уважаемые коллеги, вот я упомянул тут экспертов. Высочайшего уровня экспертов, вот еще раз назову, Кузнецова и Шивина. Если вы хотите стать нашими авторами, проводите вебинары, в том числе и коммерческие. Пожалуйста, милости просим к сотрудничеству, приглашаем к сотрудничеству. У нас есть система договоров. Главное найти интересного автора и интересную тему, которой никто или мало кто владеет. Например, про Excel много курсов, в том числе и бесплатных. А вот какие-то тонкости в Excel показать, рассказать, для примера, это всегда пользуется спросом. Или вот про базы данных рассказать, это тоже интересно. Не ИМС, а ЛМС, я повторю. Это ЛМС, первая буква ЛМС. Вот я напишу заглавное. Ну, наверное, уже пора... Ну, я вас тут вижу, да, Ирина Васильевна. Медиа.ру, извините, вот так вот, наверное, надо правильнее писать. ЛМС. Ну вот, пора отпускать Людмилу Анатольевну, ей уже звонят по работе. Всего доброго. Это, нет, это звонит слушательница из чата, которая не может сказать... Да вы что, включите громкую связь, пусть она громко, громко мы ее услышим. Ну, нет, все, мы уже закончили разговаривать. Светлана Васильевна, спасибо. Спасибо, Светлана Васильевна, за ваше участие. Так, все, спасибо, до свидания. Светлана Васильевна, за ваше участие. Спасибо. Светлана Васильевна, за ваше участие. Светлана Васильевна, за ваше участие.